Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня поговорим о новостях прошедшего уикенда. Благо, было достаточно много соревнований в Европе, и наши спортсмены начали решающий сбор. Но начать я бы хотел все-таки с российских наших дел. Во-первых, начался сбор в Сочи, где женская сборная представлена обеими группами, то есть в полном составе. И руководство процессом осуществляет Михаил Шашилов, Евгений Куваев ему помогает, отсутствует Николай Загурский на сборах. Ну и вот, в принципе, такие красоты открываются нашим спортсменкам, как выложила на всеобщее обозрение Светлана Миронова. Кроме того, помимо Загурского отсутствует Евгения Павлова на этом сборе, но зато приехало высокое руководство в лице Александра Пака, Владимира Барнашова, которые провели встречу с командой, провели некоторые семинары, дали ценные указания. Мы знаем, что Владимир Михайлович Барнашов занимается сейчас и методической работой активно. Ну и вот, в общем, в этом плане движение происходит. Что же касается мужчин, то Матвей Елисеев присоединился к группе Сергея Башкирова, которая проводит сбор в Тюмени. И непосредственно там будет подводить себя к основному летнему старту чемпионату России, который уже пройдет буквально через 10 дней. Ну и кроме того, потихоньку мы следим за тем, что происходит вокруг Олимпийских игр. И в частности, вот в курсе такой истории, что многие правозащитные организации выступили за то, чтобы не транслировались Олимпийские игры в Пекине в связи с тем, что нарушаются права представителей уйгуров, тибетцев, жителей Гонконга и других народов, якобы нарушаются права в Китае. Но это все события той же самой череды, что также перед Олимпиадой в Сочи этим организациям не нравилось ущемление прав геев в России, не нравились какие-то еще вопросы. Главное, здесь просто идет противодействие России и Китаю в любом виде. Спорт является лишь одной из площадок. Поэтому я думаю, что Олимпиада будет организована великолепно. Показ будет тоже на высочайшем уровне. Уверен в том, что китайцы справятся и смогут посрамить вот этих вот всех чистоплюев, о которых даже мне не хочется говорить в каком-то уважительном ключе, потому что никакого уважения к этим организациям нет. Теперь переходим к зарубежным стартам, которые состоялись в настоящий момент. И в Италии проходит открытый чемпионат в Антхольце. Там на сборах находится мужская сборная Белоруссии, биатлонистка сборной США Клэр Рейган, которые приняли участие в короткой индивидуальной гонке. И вообще стоит отметить, что короткие старты, вот эти за ними будущее, они все чаще появляются в программе Кубка IBU, в программе различных национальных чемпионатах. И, возможно, классическую нашу индивидуалку заменят на укороченную на четверть с штрафом 45 секунд. Вот в таком формате соревновались и итальянцы в Антхольце, и немцы в Арбере. Что касается Антхольца, там в индивидуалке, в отсутствии лидера команды Доротея Вирер, которая прекрасно проводит межсезонье, когда надо наслаждаться вином, при этом не забывая тренироваться и показывать результаты. И вот в ее отсутствии Лиза Витоци одержала победу с одним кругом штрафа. Второе место заняла молодая итальянка Самуэла Комола, третья Ханна Охенталер. Ну и Клэр Иган финишировала шестой. Что касается мужчин, там Лукас Хоффер полностью подтвердил свой высокий класс. С одним промахом привез преимущество более двух минут Патрику Браун Хофферу, и Никола Романин занял третье место. Что касается белорусов, лучшим в их составе был Максим Воробей, который оказался сильнее ходом Никиты Лобостова и гораздо лучше в стрельбе, чем Роман Еллиотнов. Ну и достаточно неожиданно слабо выступил другой ветеран сборной Италии Доминик Виндиш. В аналогичной дисциплине в Германии победу праздновал Эрик Лессер, причем все было на тоненького, и спортсмены до финиша выясняли друг с другом отношения, но Лессер оказался чуть быстрее. Романа Рейса и Йоханнеса Даунхаузера, которые также делали по одному промаху и уступили ему считанные секунды. Ну и достаточно неплохо для себя выступил Марко Гросс, сын легендарного Рика Гросса, четырехкратного олимпийского чемпиона, ныне известного тренера, который последние годы не блистал и как-то даже выпадал из состава команды «Б», но здесь заявил о себе успешно, к чему мы, собственно, вернемся и дальше. Именитые, что касается именитых спортсменов, но также отмечу пятое место Бенедикта Доля. У женщин Франциско Пройс, лидер прошлого сезона и один из лидеров мирового биатлона, которая в большей степени готовится самостоятельно к предстоящему сезону, она выступила не так ярко, зато Дениза Херман, несмотря на два штрафа, одержала уверенную победу с большим преимуществом, перейдив чисто стрелявшую Франциску Хильдебрандт. Ну, а замкнула тройку лучших Ванесса Хинц. Также уже сегодня, в воскресенье, состоялись спринты в рамках этих соревнований. И отмечу, что в Италии Виндиш взял полноценный реванш и с чистой стрельбой одержал победу, в то время как Хофер намазал и проиграл слишком много, не попав даже в тройку лучших. Но опять же, молодой Томазо Джекамель отличился, Патрик Браунхофер все тот же. У белорусов в этот раз лучшим был Роман Елиотнов, который сделал два промаха, так же, как и большинство его партнеров по команде, но был быстрее на дистанции. Доротея Вирер победила с большим отрывом в спринте, Ализа Витоци напротив со стрельбой не справилась. Ну и отмечу попадание в тройку лучших. Дочь легендарного лыжника Сильвио Фаунера, победившего в свое время в Лили Хаммере на финише эстафеты Бьерна Дели Элеонору Фаунер, которая, ну, способна, способна, я думаю, будет бороться за место даже в основном составе. Ну и подведем итоги спринтов в Арбере. У немцев Марко Гросс одержал победу. Это первая победа в чемпионате Германии 26-летнего спортсмена, которого мы в последнее время больше знаем как бойфренда Лену Хэйки, чем самостоятельную сильную боевую единицу. Но, может быть, этот летний старт позволит ему что-то изменить. Хотя, опять же, Марко Гросс это рослый такой парень, весьма крупный и такие обычно на лыжи-роллерах хорошо выступают. А вот зимой, особенно когда снег не очень жесткий, у них возникают проблемы. Поэтому не будем пока ему выдавать повышенных авансов. Посмотрим, что даст ему эти результаты, что дадут и попадет ли он для начала в команду Б и как там себя проявит. У женщины аналогичную гонку выиграла Енина Хеттих, которая опередила Ванессу Фойкт при чистой стрельбе. Ну а Дениза Херман в этот раз с тремя промахами оказалась только лишь третьей. На этом в общем-то у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.